Это дуэль, который состоит из трех раундов. Меч-щит, потом меч-батлер и потом может просто быть вручный меч. Чаще всего наоборот, начинают с полутора, ну мелочи. Чаще всего начинают с полутора, Батлер? Четыре, да. В раунде так. Хорошо, сколько для раундов? По минуты-полторы. Окей, полторы, угадал, хорошо. Отдых между раундами, сколько портует трех, на членов оружия? Буквально в половину минуты. Не угадал, минута. Хорошо, поехали дальше. Как определяют победителя в меч-батлер? Так, из меч-батлер, в связи, у кого больше, то больше по-другому нет ударов. Хорошо, до скидки идет. Как там проходит, на время или на количество ударов? На время там проходит. Нет, на количество ударов. Хорошо, сколько там раундов? Ну, потому что идет до двух побед и в каждом раунде до пяти точных попаданий. Хорошо, а как в полуторном мече? На количество ударов или на время? Правильный цвет, пацаны, красиво. Наверное, я не ставил это, потому что... Не говори, всегда говори, я вот помнил, учил, но вот сейчас немножко меня смущает и я волнуюсь. Это лучше, чем если сразу скажешь, что я не знаю. Всегда говори, что, вы знаете, я все это учил. На время тоже на время тоже? На время тоже? Нет, на время, опять не угадал. Хорошо, щит-меч. Вот последний раунд. Он его всегда проводит или могут его по какой-то причине не проводить? Нет, нет, нет. Ну, бывает, не проводят. Окей, почему? Потому что там... Хорошо, как определяется победитель в триатлоне? Он больше получил очков, но больше всего раунда. Отлично. То есть, если боец выиграл два раунда, третий можно не проводить, потому что он по-любому победит. Окей, хорошо. Что у нас тут происходит? Окей, хорошо. За счет чего побеждает боец? А, еще проедет 7 вопрос еще? 7, да. А, еще сильный. За счет чего? За счет чего, что ли? Ну, то есть, вот, например, в полуторном мяче за счет чего он побеждает противника? Ну, он побеждает... Каким образом? То есть, ну, вот, а как определяется победитель в раунде в щит-меч? Ну, если он за определенное время больше сделал хитов по противнику... Больше попаданий. Хорошо. То есть, его задача — принести больше ударов. Кто определяет, что он имеет больше попаданий? Судьи. 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 Хорошо. Значит, следовательно, его задача в первую очередь — убедить судей в том, что он победил по этому количеству ударов. Отлично. Хорошо. Давай дополнительный вопрос. Назови какую-нибудь еще одну. Пять. Пять. Хорошо, поехали. Что у нас пять? Массовые номинации, бугуртные номинации. Ого-го. А в чем главное отличие бугурта от поединка? Мы выбирай дни в этом месте, когда будем пойти... Ну, бугурты, это на длинном оружии. Это как планы? Ну, это обязательно, что длинное оружие, или может быть какое-то короткое? Да. Эм... Бугуртные номинации. Ну, я только это знаю. Смотри, массовые номинации, бугуртные номинации. Массовые номинации, получается, по категории, по весу определяется. Набирают людей в эти коединки именно по весу. Хорошо. Вот Ян может участвовать в бугурте? Да. Так, неплохо. Хорошо. Эм... Извини, Ян. Хорошо. Бугуртная. Что значит бугуртная номинация? Чем она отличается вот в первую очередь? То есть... Там также один на один проходит было, или там десять на десять, или сто на сто. Ну, вот у тебя есть, допустим, триатлон. Вот в этой номинации у тебя бой состоит из трех поединков. Значит, есть бугуртная номинация. Понятно. Да. И они еще вот на сайте... Там не меняют оружие. Там не меняют оружие. Он не имеет такой способ. Хорошо. Хорошо. Как выглядит бой? Как проходит бой? Проходит бой тоже в трех аутах, только с одним оружием. Он не имеет значения. Окей. Хорошо. Чем отличаются массовые номинации, бугуртные номинации от командных боев пять на пять? Там один на один, три на один. Окей. Хорошо. Массовые номинации. Массовые номинации, бугуртные номинации. Это то же самое, что пять на пять. То же самое, что групповые бои. То же самое. Это все одно и то же. Главный критерий – это то, что у тебя есть команда с определенным количеством человек и количеством запасных. То есть, как мы проводим, например, бои пять на пять без весовых ограничений. Не могут участвовать все. Судьи не считают очки. Очки присуждаются за количество бойцов, которые остались в конце боя. А боец считается, который вышел из боя, если он коснулся третьей точкой полуресталища. То есть, в массовых боях он идет не на очки, а бой идет с задачей вывести противника на завесе, нокаутировать его, нанести ему какие-то повреждения и так далее. В массовых боях можно выбирать любое оружие, которое походит по регламенту. Это может быть древковое оружие, может быть одноручное. То, что мы проводили на Молдэкспо – это, по сути, были бубуртные бои, это были массовые бои. Окей, свободен.